Баскетболисты клуба Тула вернулись с каникул и принялись готовиться к очередной встрече первой лиги. На этот раз наших ребят ждет поездка в Воронеж, где им предстоит встретиться с одним из аутсайдеров первенства. В последнем туре чемпионата баскетболисты встречались с клубом Тулы Щекина Азот. В двухматчевом противостоянии команды разошлись миром. Несмотря на то, что воронежская команда является аутсайдером лиги, игра с ними не станет легкой прогулкой для подопечных Виктора Ускова. Естественно, любыми путями буду настраивать их на эту ситуацию. И они знают, что это от этих игр. Ну, в жизни всякое бывает, поэтому я никогда не говорю, что ничего не может быть. Но настрой ребят, естественно, что первая игрушка, вторая, они должны брать эти игры, чтобы мы продолжали нормально бороться за призовые места по первой лиги. В последнем матче ряд ведущих игроков Тулы получили небольшие травмы. Из-за повреждения руки в предстоящем матче своей команде не сможет помочь Геннадий Молчанов и не приехавший на сборы Кирилл Луганский. Капитан команды Сергей Федоров повредил колено и на сборах тренировался по облегченной программе. Но восстановительный процесс уже закончился, и он сможет помочь своей команде воронеже. На каждую игру мы настраиваемся, это не должно быть там аутсайдер, каждый игрок, это команда, игра. Надо уважать соперников. Ну, думаю, будут играть в основном молодые, дадим по им сыграться, чтобы на будущее надеяться. Будущих соперников в турнирной таблице разделяют шесть очков. В случае положительного исхода встреч с воронежским коллективом, команда Ускова сможет подняться на третью строчку в турнирной таблице и вплотную приблизиться к лидерам. Напомним, что матчи пройдут 19 и 20 января. Алексей Чеснов, Роман Тюкин, ТВ-центр Тула.